Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлична наше прошлое. Но кто бы вспоминал британского лорда Бальфора, если бы он не подписал письмо, которое было опубликовано в британских газетах одновременно с корреспонденцией из Петрограда, где речь шла о перевороте, происшедшем в России. Эти два события. Письмо, подписанное лордом Бальфором, которое стало именоваться Декларацией Бальфора, и события, происшедшие в Петрограде, изменили геополитическую реальность. Переворот, совершенный большевиками, привел к созданию Советского Союза, сверхдержавы, которая изменит сначала политическую реальность Европы, потом всего мира. А Декларация Бальфорос со временем приведет к созданию государства Израиль в Палестине, что тоже изменит политическую реальность Ближнего и Среднего Востока. Кто такой лорд Бальфор и что за декларацию он подписал? Артур Джеймс Бальфор, лорд Бальфор, происходил из аристократической семьи. Он наследовал от отца огромное состояние, по матери он происходил из древнего рода, начинал свою трудовую деятельность в аппарате своего дяди, лорда, бывшего министра иностранных дел, и сам стал министром иностранных дел, такая семейная профессия. Лорд Бальфор в начале 20 века был премьер-министром, главой правительства, потом стал министром иностранных дел, он был человеком без амбиции, вполне удовольствовался ролью второго человека. У него была трудная судьба. Женщина, которую он любил, умерла от тиф, и никаких женщин больше для него не существовало. Он не женился, хозяйство вела сестра, посвятившая себя полностью брату. Он был человеком невероятно набожным. И идея сионизма ему понравилась. Ну, слово сионизм и слово сионист в нашей стране в советские времена приобрело к оскорбительной характеру. Это не то обвинение, а не то оскорбление. На самом деле сионисты – это люди, которые стали говорить о том, что евреи, изгнанные из родных мест, должны вернуться на свою историческую землю, в Палестину, и создать там еврейское государство. Сионизм усилился в конце 19-го, начале 20-го века, потому что антисемитизм приобрел расовый характер. Это очень важно понимать, потому что на протяжении веков к евреям относились плохо, потому что они исповедовали другую, неправильную религию. Но если еврей из иудаизма переходил в православие, католицизм, протестантство, говорим о христианских странах, то все претензии снимались, он начинал новую жизнь, свободную от всяких ограничений. Ну, скажем, известнейшая история – это судьба одного из дедушек Владимира Ильича Ленина, который принял православие, стал дворединным и купил поместье, в котором и вырос будущий вождь пролетарской революции. И то, что он был евреем, в семье даже не знали. Владимир Ильич Ленин точно не знал, что один из его дедушек был евреем. Это выяснит его уже после смерти Владимира Ильича, его старшая сестра, которая занялась семейной историей. Но в конце 19-го века появились различного рода расовые теории, которые объясняли, что человек зависит на самом деле от своей крови, от своей принадлежности к той или иной расе. А это не изменишь с переходом из одной религии в другую. И антисемитизм обрел вот это расовое измерение. С расовыми лозунгами потом придут к власти немецкие национальные социалисты во главе с Адольфом Гитлером. И вот нарастание этого расового антисемитизма привело к усилению сионистского движения, к появлению целых организаций, которые говорили, что евреи, конечно же, не должны жить там, где их так не любят, должны вернуться в Палестину. И это было очень заметно в Великобритании, это движение. А в годы Первой мировой войны, когда государства Антанты противостояли странам Четверного Союза, то в рядах британская армия, сражавшаяся против турок, а с турками воевать было очень тяжело, воевал и еврейский легион, в который входили не только подданные британские короны, но и евреи-добровольцы из разных государств, они сражались в рядах британской армии. И руководители Британии стали испытывать некоторое чувство долга, что они должны что-то сделать для тех людей, которые сражаются вместе с ними. И вот лорд Бальфор беседовал с одним из видных британских сионистов, Хайман Вейтсман, это выдающийся ученый, Британия считала, что она в долгу перед ним. И лорд Бальфор стал говорить, ну почему бы евреям, которые испытывают в своих странах тяжелый антисемитизм, почему бы им не переселиться в африканское государство Уганда? Уганда находилась под британским управлением, там были огромные незаселенные территории, и британские администраторы были бы рады появлению там работящих людей. На что Хайм Вейтсман, посмотрев на лорда Бальфора, сказал, а что если бы я вам предложил создать столицу англичан в Париже? На что Бальфор ответил, ну у нас есть Лондон. Да, сказал Вейтсман, но у нас был Иерусалим, когда еще никакого Лондона не существовало. Бальфор спросил, и что многие люди придерживаются такой точки зрения? Да, ответил Вейтсман, миллионы евреев хотят возвращения на свою историческую родину. И с этой минуты лорд Бальфор стал поддерживать британских сионистов, вообще сионистское движение. Ну что еще важнее, сионистов поддерживал и Ллойд Джордж, который стал британским премьер-министром в конце 16-го года. У него тоже была личная трагедия, погибла его любимая дочь, он стал очень религиозен. Для него возвращение евреев на историческую родину было исполнение библейских идей. Он говорил о библейских заветах, он говорил, да я историю евреев знаю лучше, чем историю Британии. Я знаю всех израильских царей, а британских королей только половину, наверное. И вот премьер-министр Ллойд Джордж и министр иностранных дел Лорд Бальфор считали, что нужно, конечно же, сделать шаг навстречу евреям, которые хотят вернуться на историческую родину, и потому что они сражаются, вместе с нами говорили они, и потому что они имеют на это историческое право. И в конце октября 1917 года на заседании британского кабинета министров было принято решение поддержать идеи сионистов, и когда будет решаться судьба Турецкой империи, то учесть интересы палестинских евреев. О чем шла речь? Уже в конце 1917 года было ясно, что государство Антанты, в Антанту входило и Россия, одерживают победу над государствами Четверного Союза, в которые входили Германская империя, Австро-Венгерская, Оттаманская и Болгария. И было в том числе решено, что когда война закончится, то нужно кое-что сделать для переустройства мира. Ну, нужно наказать тех, кто разрезал войну, в первую очередь немецких руководителей, и нужно позаботиться о странах, которые были под управлением этих империй. И в Восточной Европе, народы, которые томятся под игом Австро-Венгрии, должны получить государственную независимость, и страны, которые управляются турками на протяжении... народы, народы, которые управляются турками на протяжении столетий, должны тоже получить собственные государства. Это была идея, которую поддерживали руководители Антанты, в первую очередь президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон, университетский профессор, для которого принцип самоопределения народов имел колоссальное значение. Он для этого сделал очень много, и многие идеи реализовались в Восточной Европе и на Ближнем и Среднем Востоке. И вот в том числе задумались над тем, что и палестинские евреи тоже должны получить право на собственное государство. Эта идея была сформулирована в виде письма, которое подписал лорд Бальф. Это короткое письмо. В нем говорилось, что британское правительство поддерживает идеи сионистского движения и считает правильным создание на территории Палестины национального очага для евреев, и британское правительство сделает для этого все возможное. Конечно, письмо это было составлено с невероятной дипломатической тонкостью отдать должное британским дипломатам. Что такое национальный очаг, так и остается неизвестным. Это можно было трактовать как угодно. Как и обещание создать собственное государство, так и обещание создать всего лишь культурную автономию. Но, тем не менее, это решение было принято и произвело колоссальное впечатление на, конечно же, британских евреев и вообще на всех евреев, которые хотели вернуться в Палестин. Эта идея была поддержана не только британским правительством, но и руководителями всех стран Антанты. И потом, когда война была выиграна, началось о послевоенное переустройство мира, то, конечно же, задумались над тем, как все это реализовывать. И благодаря решениям, принятым тогда с странами победительницами в Первой мировой войне, в Восточной Европе появились государства, такие как Чешско-Словацкая республика, но сейчас это два независимых государства, королевство сербов, хорватов и словенцев, которое потом стало Югославией, а сейчас все это отдельные государства, независимость получили, собственные государства получили, Венгрия, Румыния. И на Ближнем и Среднем Востоке тоже появились новые государства. Это был результат тех решений, которые приняли страны-победительницы. Когда речь идет об Израиле, то часто возникает вопрос, что это государство, которое было навязано региону, странами-победительницами, которые не имели права решать судьбы других народов. Да, но после Первой мировой войны на обломках Турецкой империи появились новые государства. Сирия, Ливан, Ирак. Ирак вообще был создан из трех велоетов бывшей Оттаманской империи, которая управляла этой территорией несколько сотен лет. Никогда не слышал, чтобы кто-то из иракцев говорил, нет, наше государство не могло быть создано, оно незаконно. Или чтобы кто-то из сирийцев говорил, нет, нет, это государство незаконно, или что кто-то из ливанцев сказал, что государство создано волей стран-победительниц. Все абсолютно уверены в том, что, конечно же, они имеют право на собственное государство. Тот же принцип был примененный к палестинским евреям. Надо сказать, что цели и задачи сионистского движения в России тогда встречали полную поддержку. Царское правительство не возражало против переделки территориальной Атаманской империи. Потом даже большевики не возражали против сионистов. Известна переписка председателя ВЧК, создателя органов государственной безопасности Феликса Эдмундовича Дзержинского со своими заместителями относительно сионистского движения. Феликс Эдмундович Дзержинский был интернационалистом. Он считал, что надо сделать все, чтобы эти различия между народами исчезали. Но, говорил он, что сионистское движение вовсе не направлено против нас. Если они хотят уехать в Израиль, мешать этому совершенно не надо. Так, во всяком случае, было в 20-е годы. Потом ситуация изменится. Евреи жили в Иерусалиме всегда за очень короткого периода, когда крестоносцы изгнали оттуда все. И поэтому в тот момент никаких сомнений в этом не возникало. Палестина была передана под управление британцев. Они получили мандат на управление этой территорией. В принципе, президент Вудер Вильсон хотел взять Палестину под американское управление. Но американские сенаторы, верхняя палата парламента Соединенных Штатов резко воспротивлялись вообще участию Соединенных Штатов в мировых делах. Большинство сенаторов отражая тогдашнюю волю американского народа говоришь вообще незачем нам участвовать в чужих делах. Мы в Первую мировую это зря встряли, только людей потеряли и деньги. Не надо нам заниматься чужими делами, пусть они все решают сами. Назначена британская администрация, которая поклялась, что декларация Бальфора, то есть решение британского кабинета министров о создании очага, национального очага для палестинских евреев будет исполнена. И надо сказать, что тогда поначалу и многие арабские властители вовсе не были против, они были достаточно реалистичны и сходили из того, что если сейчас в Палестину находившись тогда в бедственном положении, когда смотришь хронику 20-30-х годов, то представить себе, что на этой территории будет потом государство сад, которое добьется невероятных успехов и в сельском хозяйстве, и в промышлении совершенно невозможно. Просто такая пустыня, нищие места. И вот они хотели, чтобы туда приехали, конечно, евреи-поселенцы с образованием, желающие работать и трудиться. Поэтому поначалу арабские властители очень доброжелательно это встретить. Потом-то начались другие процессы, появились вожди арабского движения, которые стали делать карьеру на противодействие появлению там сионистов. И британские администраторы, которые управляли этими территориями, были очень прагматичны. Они увидели, что арабов много, евреев мало. Ну, зачем из-за меньшинства ссориться с большинством? И никакого национального очага там не было создано. И хуже того, это самое чудовищное. Британские власти мешали всячески эмиграции евреев в Палестину. И результатом этого стало то, что европейские евреи, которые в 30-х годах могли бы спастись от нацистов, уехав в Палестину, не смогли этого сделать и были уничтожены в лагерях, нацистских лагерях. И это обстоятельство потом очень сильно повлияет на государство, победившее во Второй мировой войне, поэтому будет принято решение о создании государства Израиля. Тем самым декларация лорда Бальфора станет реальностью. Вот такова история, которую мы с вами изучаем, чтобы понять, что и почему происходит в сегодняшнем мире. Будем продолжать это делать и впредь. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube. и подписывайтесь на мой канал. подписывайтесь на мой канал.